издательство бомбора океан книг аллан и барбара из ответ проверенная методика достижение недостижимого если жизнь это путь к могиле то незачем стараться прибыть на место в красивом хорошо сохранившимся теле лучше въехать за носом в клубах дыма полностью вымотанным и изношенным громко возглашая о ничего себе прокатился хантер томпсон сегодня наука способна показать где и как именно в головном мозге закладываются основы успеха речь о замечательной системе которая присутствует в головном мозге каждого из нас о ретикулярной активирующей системе сокращенно раз раз расположенная в верхних отделах ствола головного мозга и центральных отделов спинного представляет собой узел нервных волокон известный как ретикулярная формация это участок ствола головного мозга и центральных отделов спинного мозга который активирует кору головного мозга и контролирует рефлекторную деятельность спинного раз играет важную роль во многих биологических процессах, происходящих в человеческом организме. Сон, бодрствование, дыхание, сердцебиение и поведенческая мотивация. РАС также вносит свой вклад в сексуальное возбуждение, контроль над сознанием и способность обращать ваше внимание на определенные объекты. Травма РАС может привести к коме. Функционирование этой системы связано с такими заболеваниями, как, например, нарколепсия. Нервное расстройство, при котором у человека возникает нарушение быстрого сна, характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости и приступами внезапного засыпания. РАС функционирует как сеть нейронов и нервных волокон, пронизывающих ствол головного мозга. Она состоит из двух частей. Восходящий РАС, которая контактирует с отделами головного мозга, включая кору, таламус, зрительный бугор и гипоталамус, и нисходящий РАС, которая контактирует с мозжечком и нервными волокнами, ответственными за различные чувства. К середине 20 века физиологи выдвинули предположение, что некая структура, находящаяся глубоко внутри головного мозга, контролирует бодрствование, внимание и мотивацию. Ученые впервые доказали существование РАС в 1949 году, когда Хорас Мегун и Джузеппе Маруци из Пизанского университета исследовали нейронные компоненты, регулирующие мозговые механизмы сна и бодрствования, и сообщили о своих открытиях в первом номере научного журнала «Электроэнцефалография и клиническая нейрофизиология» «Electrocephalography and Clinical Neurophysiology». Это исследование в итоге привело к пониманию, что РАС — врата, через которые в головной мозг приходит почти вся информация, за исключением запахов. Информация о них поступает непосредственно в эмоциональную область мозга. РАС фильтрует входящую информацию и воздействует на отбор объектов внимания, на уровень возбуждения, а также решает, какая информация не должна получить доступа к нашему мозгу. РАС в своем основании связана со спинным мозгом, откуда принимает информацию, идущую непосредственно от восходящих сенсорных путей. Любая новая информация или новое знание должны поступать в головной мозг через один или несколько органов чувств и расшифровываться сенсорно-специфическими рецепторами организма. Оттуда информация поступает по нервным рецепторам к спинному мозгу и вверх, по ретикулярной активирующей системе в тот отдел мозга, который получает данные от конкретного органа чувств. РАС — командный и контрольный центр мозга. РАС — это место, где встречаются ваши мысли, внутренние чувства и внешние воздействия. Она динамически влияет на центры двигательной активности и на кору головного мозга, например, на ее лобные доли. Это сеть нервных путей, фильтрующая все сенсорные данные, которые наш мозг получает от внешнего мира. Все, что мы видим, слышим, осязаем или пробуем на вкус, проходит через РАС. Проще говоря, РАС — это главный рычаг переключения вашего мозга и главный мозговой центр мотивации. Как работает РАС. 12 пунктов. Каждую секунду головной мозг перерабатывает свыше 400 миллионов битов информации, но до сознания доходят лишь 2000 из них. Иными словами, 99,9999% информации, выливающейся на вас каждый день, проходит незамеченной. Если бы нам пришлось иметь дело со всеми этими сообщениями одновременно, мы не смогли бы с ними справиться. Поэтому эволюция подарила нам РАС — устройство для извлечения из огромного потока данных лишь того, что важно прямо сейчас. РАС функционирует как эксперт, оценивая входящую информацию и превращая ее в сообщения, которые достойны нашего внимания. Затем наш головной мозг велит телу совершать физические действия, согласованные с образом, созданным РАС. Он перебирает данные окружающей среды в поисках информации, соответствующей убеждениям или эталонным объектам. При нахождении подходящей информации наш мозг приводится в боевую готовность.